всем привет меня зовут лана и вы на канале вязание сегодня я хочу поделиться с вами с тем как я делаю красивый кромочный край когда мы вяжем полотно прямое да не по кругу если у нас появляется места там это шарф или вот как у меня например на майке после вывязывания проймы наверху да где будет рука это у меня будет место открытое да если до этого я вязала вот это место я буду сшивать то здесь наверху это все будет видно поэтому здесь я решила сделать более уплотненный вариант это двойные кромочные петли то здесь идет у нас две косички вот видите 1 и 2 вообще мне очень нравится как этот вариант смотрится именно с изнаночной стороны то есть возможно его стоит попробовать и не для лицевой глади для платочной вязки или для изнаночной глади в любом случае так и так это все аккуратно и более жестко более плотно как я и хотела все это делается очень просто поэтому оставайтесь будем сейчас вместе с вами вязать и так начинать можно с любой стороны с изнаночной или с лицевой потому что это не имеет значение здесь это все вяжется одинаково то есть неважно сейчас на какой стороне вы находитесь делайте все то же самое что и я в начале спицы мы снимаем первую петлю вторую петлю провязываем лицевой независимо от того какой у вас узор да только провязываем ее так чтобы в общем за переднюю стенку до петелька должна быть не перекрещенная открыта вот она открывается я вот так провязываю и дальше вяжите по узору то есть первую сняли вторую провязали лицевая дальше по узору у меня это лицевая гладь у вас какой то может быть свой узор вяжите до конца ряда не довязывая две петли последним в конце у нас две петли осталось что мы делаем теперь рабочую нить перекидываем вперед перед спицей первую петлю просто снимаем а вторую провязываем изнаночной все теперь вязание разворачиваем и делаем все то же самое да как я говорила здесь одинаково то есть в начале мы первую петлю снимаем вторую провязываем лицевой то есть вот сейчас я на изнаночной стороне нахожусь я ее провязываю все равно лицевой и дальше вяжу по узору у меня это изнаночные петли все и так вяжите до конца ряда опять не довязывая две петли последние предпоследнюю петлю ряда мы снимаем рабочая нить у нас здесь перед работой а последнюю петлю провязываем изнаночные все и так вы делаете дальше постоянно до конца вязание летом до того момента когда вам нужно закончить двойные кромочные то есть принцип такой сейчас разверну работу в начале ряда вы всегда первую снимаете вторую провязываете лицевой за переднюю стенку в конце ряда предпоследнюю снимаете последнюю провязываете изнаночные уже и косички у нас получается за счет того что петлю в конце вот мы петлю предпоследнюю сняли последнюю провязали да и потом мы разворачиваем вязание и сначала вот ту которую мы провязывали мы ее просто снимаем а ту которую снимали до предпоследнюю мы ее провязываем у нас получается чередуется провязанное не провязанное и так формируется косичка да что ты черт побери такое несешь да вот они косичка 1 и косичка так и немножко не начинаются разном уровне из-за того что как раз что мы чередуем эти петли вот и все надеюсь мастер-класс был вам понятен вяжите с удовольствием желаем вам удачи до новых встреч мастер-класс мастер-класс